Добрый вечер, 20 часов и почти 5 минут в эфир радиостанция «Эхо Москвы». Я Евгения Альбац и с разрешения Светланы Ростовцевой, звукорежиссёра, я начинаю нашу программу, посвящённую ключевым событиям недели, тем событиям, которые будут влиять на политику ближайших недель и месяцев. Десять лет строгого режима столько сегодня запросил прокурор Алексею Ликаеву, экс-министру экономики. Хавсан, так называется, баллистическая ракета, которая запустилась в Северной Корее, и стало понятно, что эта ракета может добраться до Америки. Северная Корея вступила в негласный клуб ядерных держав. Ну а если ракета может долететь до Америки, то понятно, что она может долететь и до Японии, и до России. У Навального появилась новая кличка «Абармот», данная ему председателем правительства Дмитрием Медведевым. Среди богатейших россиян царит атмосфера страха в связи с ожидаемыми новыми санкциями США, что делает Кремль и Путин токсичными активами, сообщило агентство Reuters. Между тем, сам Путин вроде бы должен объявить о своем решении баллотироваться в президенты, сюрприз-сюпрриз, на этой неделе. И да, началась зима, отсюда и тема передачи «Зима тревоги нашей». В студии «Эхо Москвы» сегодня собрались Кирилл Юрьевич Роков, политолог. Здравствуйте, Кирилл Юрьевич. Добрый вечер. Андрей Владимирович Колесников, руководитель программы «Внутренняя политика Московского центра Карнега». Здравствуйте, Андрей Владимирович. Добрый вечер. Иван Федорович Давыдов, публицист. Здравствуйте, Иван Федорович. Здравствуйте, Евгений Марков. Рады вас всех видеть. Вот хочу вас спросить. Я так просто навскидку те заголовки, которые были в «Нью Таймс», просто перечислила. И все они как-то звучат так, что уже даже не знаешь, плакать, смеяться, или все-таки надо пойти и просто выпить. Так какие события из последних вы считаете самыми важными и что будет иметь особое значение в ближайшей перспективе? Или одно, назовите одно событие, которое вы считаете просто принципиально важным для того, что будет происходить с нами и с вами в ближайший месяц? Андрей Колесников. Потому что допинговый скандал в широком значении этого слова, потому что если нашу сборную не допустят на Олимпийские игры, это будет поводом для очень серьезной истерики наших властей. Это будет поводом для такого активного использования концепции осажденной крепости и защиты от новых атак. Ну, в общем, ничего хорошего. Это, конечно, подарок властям может преподнести международный Олимпийский комитет, но Олимпийский комитет действует в соответствии с процедурами и правилами. И здесь возможен худший сценарий развития событий. Это означает возможный бойкот со стороны России Олимпийских игр. Страшный скандал, но не менее интенсивная мобилизация, которая очень полезна руководству страны в предвыборный период. Так что вот, мне кажется, это важно. Вы предлагаете надавить на МОК, сказать МОК и дело этого, потому что все, что вы делаете, вы всегда помогаете. Причем все, что вы делаете в ту или в другую сторону, вы всегда помогаете. Все, что они делают в последние годы, два-три, в общем, все ему помогает. Все нас, россиян, вокруг него консолидирует. Спасибо. Иван Давыдов. Ну, во-первых, совершенно верно то, что было сказано, так сказать, выше, полностью присоединяюсь. Во-вторых... В смысле, вы тоже считаете, что Копин говорит скандал? Да, это безусловно, именно в этом ключе. Вот Ко уже предложил провести игры доброй воли, мы возвращаемся просто в мою молодость, ребята, 1980-х год, вы тогда еще в Ане не родились. Ну, вы меня, к сожалению, или не к сожалению, льстите, уж пять лет я тогда провожу на этом совете. Но из того, что вы перечислили, я абсолютно не чувствую себя компетентным, но это вот как раз к разговору о временах, когда я родился, это, конечно, новые успехи Северной Кореи. Вот, когда я был маленьким, советская пропаганда борьбы за мир, она как-то и меня, и многих моих сверстников награждала, я не знаю, дарила нам всем такой ощутимый страх ядерной войны. Потом это все куда-то ушло, это стало неактуальным, и вот не первый уже год, правда, я наблюдаю, как человек, внешне выглядящий очень комически, возвращает этот страх целому миру, делает его реалистично. Ну, и если не привди, господи, это случится, уж это точно сильнее, чем даже допинговый скандал. Ну, да, потому что мы просто не узнаем, как повлиять допинговый скандал. Я не очень верю, что это случится, но понятно, что сама ситуация, она важна чрезвычайно, и как-то не только нашу, а мировую политику может перекроить. Повторюсь, я не специалист. Спасибо. А Кирилл Роков? Ну, да, самое драматическое событие на близком горизонте, если не брать во внимание, действительно, ядерной войны, это вот то, что будет на этой неделе разворачиваться вокруг олимпийской темы, и это будет иметь очень большое влияние на российскую политику в ближайшем времени. Я единственное, с чем, наверное, не согласен, с тем, что это там поможет российским властям. Мне кажется, что как раз планы российских властей, планы Кремля, планы Путина, планы Путина это не входило, не входило новый виток конфронтации. Наоборот, эти события, которые здесь разворачиваются, свидетельствуют о том, что этот конфликт с Западом, он как бы немножко вышел из-под контроля Кремля, и он уже имеет некоторую логику свою, которая формируется не в Москве, не в Кремле. Конечно, я тоже думаю, что если будет жесткое решение в отношении, если российская сборная не будет допущена в качестве сборной России, в качестве национальной сборной на Олимпиаду, что я считаю, в принципе, совершенно справедливым решением и правильным для развития спорта и, ну, как бы, человечества, хотя и очень болезненным для российских спортсменов и, может быть, для многих несправедливым. Это, кстати, там интересная тема коллективной вины, которая в связи с этим обсуждается. Но как раз российские власти стоят на позициях коллективной вины и коллективной ответственности. Вот, это будет очень большое событие, только единственное, что я не думаю, что оно входило в планы Кремля и что оно очень ему поможет. Я тоже, вот я слушаю вас и думаю, вот, Андрей, вы говорите, что, значит, будет принято очередное решение, которое поможет российской власти еще больше закрутить гайки. Ну, примерно. А неужели вы думаете, действительно, что ей нужно, что российской власти нужна какая-то помощь в этом? Ну, в принципе, нет. Ну, так вот сложились события, да, что вот новый подарок, его, безусловно, нужно как-то использовать, хотя я согласен с тем, что это действительно неуправляемая история. Из Кремля, естественно. Это естественный ход событий, и Кремль опять действует... А управляемая кем? Вы считаете, что этот господин в США накинул удавку на горло членов МОК? Жидомасонским заговором в данном случае не пахнет, просто так складываются исторические обстоятельства. И вот Кремль вынужден действовать в логике action-reaction, то есть если что-то происходит, и Кремль реагирует, это как раз проявление слабости, потому что как бы вот такой стратегической линии в той же самой внешней политике нет, если вообще есть внешняя политика в этих обстоятельствах, я очень сомневаюсь. Это скорее вот описывается в терминах психологии акция-реакция. Андрей, вы не думаете, что история с МОК, если мы можем доверять тому, что говорит Родченков, а потому что я прочитала, вероятно, он знал, о чем говорит, что это ведь даже не о олимпиаде и не о спортсменах, это о том, что врать, стало, так сказать, инструментом российской внутренней и, к сожалению, внешней политики. И что до поры до времени к этому так-то удивленно говорили, я помню, как кто-то пересказывал слова Ангела Меркель, вы не поверите, но Путин, глядя мне в глаза, говорил неправду. Вот так, сколько это можно терпеть? Ну, если учесть, что, если огрублять, да, что власть у нас в руках огрубленных, говорят, чекистов и православного официоза, то, вообще говоря, охмулять и врать, это их профессия. Поэтому, в общем, нет ничего удивительного, что государственная политика строится на обмане тотальном, правда, довольно успешном с точки зрения, как бы, вот, опять же, мобилизации трудящихся. Что значит мобилизация трудящихся? Если у вас в руках, если вы долбите по телевизору... Пассивизация трудящихся, это одно и то же в данном случае, Ну, это же было при советской власти, нет? Ну, да, потом все внезапно как-то, так сказать... Хайп, да. Даже добавлю, я бы хотел сказать, что вот эта позиция, ну, мы не первый раз замечаем, что это не просто инструмент, он не просто инструмент внутренней и внешней политики, во-первых, во внутренней, неважно почему, в силу тотальности, допустим, контроль за информационными ресурсами, он действительно, вранье действительно успешно, мы это видим, а во-вторых, мы давно уже довольно, по-моему, видим не то, что они врут, а то, что они искренне удивляются, когда их кто-то ловит или пытается поймать, потому что, мне кажется, там в основе убеждения, что все так делают, все так делают, что мировая политика и есть вот вранье друг другу, и то, что Россию вдруг начали на вранье ловить, это проявление русофобии, подменутого выше заговора и так далее, ну, в общем, такой вот нюанс, мне кажется, есть. Неискренность, да, вот об аутизм, так называемый, они же тоже, то же самое дело, там и что нам нельзя. Все-таки я не могу уйти от сегодняшнего события, безусловно, события, а именно, что прокурор запросил для Улюкаева 10 лет строгого режима. Это как-то, знаете, вот у всех это вызвало такое, без вздох какого-то такого, потому что было некое представление, что поскольку он находится под домашним арестом, значит, главный свидетель не посчитал нужным явиться на судебное заседание, то, вероятно, и даже вот Никита Петров в интервью «Нитаймс», он сказал, ну, как, все, судья должна объявить, так сказать, суд несостоявшийся, потому что свидетель-то главный не явился, а как это, так не может быть, никто не услышал его аргументов, ничего. Вот у вас есть объяснение, почему, да, и у всех было, все почему-то думали, ну, во всяком случае, я говорила с очень многими людьми, и мне говорили, нет, ну, конечно, будет условно, 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 и вдруг 10 лет строгого режима стало понятно, что, в общем, вряд ли будет условно. Вот, с вашей точки зрения, что это? Уликаев один из них, Уликаев был во власти, путинской власти, с самого начала, и, в общем, вполне был солидарен с движениями этой власти во многих вещах, ну, может быть, там что-то по экономике не соглашался. Почему, для чего, вот, наверное, так я поставлю вопрос, мы же знаем, что у нас суд самый справедливый в мире, а решение принимается все в том же кабинете, где все остальные справедливости. Почему? Кирилл? Ну, надо сказать, что эта история, загадочная с самого начала, и в каждом своем повороте она нам загадывает загадки. И мне кажется, что на нее надо смотреть в таком более широком контексте. Сначала, загадки этой истории начинаются примерно в конце сентября 2016 года, или в начале, в конце августа, или в начале сентября, когда правительство и Владимир Путин неожиданно меняют свою точку зрения о приватизации Башнефти. До этого была вполне консолидированная точка зрения, что Роснефть не должна участвовать в приватизации Башнефти. Затем вдруг эта точка зрения меняется. Она меняется у всех. Все вынуждены ее поменять, потому что по всей видимости она меняется у Путина, потому что очевидно, что до этого Путин поддерживал ту же самую позицию. С этого момента Путин начинает наоборот пропагандировать идею, что Роснефть должна это купить. И это первая была неожиданность. Затем наступили следующие неожиданности. Это собственно говоря сам арест министра, который конечно происходил. Знаете, мы сейчас многое забываем. Особенно сейчас когда идет процесс, мы многое забываем как там все развивалось по часам. Например, я вам напомню, что после ареста Рюкаева в офисе Роснефти были утечки из следствия, в которых говорилось о том, что его прослушивали в течение года, и эти прослушки абсолютно доказывают его вину. Помните? Да, да, да. Где эти прослушки? Генерал Кандауров. Они лежали на усаде у Путина. Кстати, извините, генерал Кандауров сказал, это же поразительно, чтобы президент вел оперативную разработку собственного министра. это так выглядело вот в этих утечках. Но мы сейчас больше об этих утечках и об этих пленках ничего не слышим. Из всего этого осталось только разговор на ГУА, причем по этому разговору тоже странная история. Там есть еще один свидетель Костин, которого тоже не вызывают в суд. Почему-то, что непонятно. Абсолютно непонятно. Не вызывают в суд и того человека, который заявил, что это взятка, и вот его заявления и лежат в основе дела. Вы вызывали, Сечина, заметь, вызывали. Он не пришел, да, прошу прощения. Пять раз. И это тем более странно, что мы теперь знаем, что он, ну, говорил неправду следствию, да, что он обманывал следствие, когда дал показания, заверяя, что Улюкаев к нему напрашивался, мы знаем, что это не так. В этой истории, в этой части истории для нас тоже очень много странного, потому что нам странно то, что почему-то этот суд сделали открытым. Почему-то идут сплошь утечки, в том числе секретных этих самых показаний, закрытых показаний, они идут. Но и с другой стороны все развивается совершенно загадочным образом. Роснефть, значит, покупает этот самый Бошнефть, Путин заверяет, что это будет синергический эффект. Потом, при продаже акций Роснефти, потом эти акции покупает неизвестно кто, как Катарский фонд и Глинкор, Путин их награждает орденами, они при этом не вступают во владение, потому что мы знаем, что заплатил за них ВТБ через Энтезу за эти акции, и через несколько месяцев они, получив ордена, продают эти самые акции. Что это вообще такое? Вы можете что-нибудь в этом объяснить и понять? Это какая-то цирковая пляска, я не знаю, это совершенно все выглядит абсолютно загадочным и каким-то несерьезным. И главное, все это вылезает наружу. Все это вылезает наружу шаг за шагом. И опять-таки эта история, вот то, что мы сегодня видим, эти утечки, одновременно сегодня и новая утечка профиактистов его показаний, и эти самые 10 лет, которые потребовали Улюкаеву, при том, что явно доказательной базы никакой нет, кроме слов Сечина, которые не приходят в суд. Ну, тоже такое ощущение, что, вы знаете, мы часто говорили там про борьбу башен, там у Кремля была одна башня, другая была там, Сечин против Миллера, но это все нормально было, это вот управляемые конфликты. В таком персоналистском режиме так всегда бывает, вот в авторитарном, управляемые конфликты одни против других, но вот эта история вот с Роснефтью и Сулюкаевым, и Сечином, она как-то не выглядит управляемым конфликтом, в ней столько всего не состыкуется, в ней столько алогичного, какого-то просто пожимаешь плечами, как это они хватают как министра, что это вообще-то все такое, да, два миллиона долларов у них тут под елкой стоят, какой-то анекдот дурной. И генерал ФСБ еще не в отставке находит эти два миллиона долларов, для всяких, как мы сегодня узнали, спасибо русскому сайту BBC. Он их находит у какого-то знакомого, на фамилии знакомого мы не знаем, и может быть и нету никакого знакомого, Сечин говорил неправду, может и этот говорит неправду, это тоже все, ну как, в общем, как бы идея в том, что здесь гораздо больше непонятного, чем то, что сегодня попросил суд, это, это не суд, а обвинение, это непонятное, вот сегодня случившееся непонятное, оно важно, как новый этап, это непонятно, но эта непонятность гораздо более масштабная от того, что там происходит, и по всей видимости силы, задействованные в этом конфликте, они не исчерпываются даже Сечиным и Улюкаевым, они пошире. Мы помним про то, что Сечин попытался кому-то своим покровителям в правительстве позвонить, когда его арестовали, Улюкаев, Улюкаев, простите, заговаривать, и ему как бы не дали, помните, тоже это были утечки в первой... Мы понимаем, что это мог быть только один вообще человек. Ну, скорее всего, да. Такой может быть покровителем министра правительства. То есть вы хотите сказать, что он звонил Путину, Медведеву. Это логично, что министр звонит премьер-министру, если его арестовывают в офисе компании. Но все-таки так не бывает. Да, поэтому, безусловно, здесь под ударом находится правительство и Медведев, и Шувалов, и они являются частью этого конфликта. И конфликты, вообще масштабы и сюжетику, которого мы не очень себе представляем. Мы только видим, вот как вылетают эти оттуда хлопья. Иван Давыдов. Соглашусь с предыдущим оратором в том, что здесь очень много непонятного, но мне кажется, вот какие-то такие островки, на которых можно твердо стоять, они проглядывают. Вот мы вспомнили эти утечки. Ранние я имею в виду утечки о том, что Оля Каева прослушивали там чуть ли не не знаю, со времен романа императора Николаевича с Валерийом Уватилем. Всех членов правительства. Уже из этого начались удивительные вещи. Из этого следовало, что Путин беседовал с человеком, который был под подозрением о преступности, которого он, по-видимому, узнал. Я вот случайно знаю, там как раз Улюкаева посылали тогда летом вести очень важные переговоры с японцами. Я случайно знаю, что у японцев, которые вели переговоры с Улюкаевым, после этих утечек появился вопрос, как же так к нам присылали человека, про которого, видимо, они уже знали, что он преступник, и он о чем-то с нами договаривался. Это выглядело как то, что Сечин идет на пролом, и даже репутация Путина для него не очень много значит. И, наверное, это вот первый такой твердый островок. Это показывает, что, может быть, мы в своих всегда гипотетических рассуждениях об этих уровнях власти, мы всегда судим о негадательном, это абсолютно непрозрачная вещь, может быть, мы преувеличиваем степень управляемости, контролируемости вообще вот эти, это уже не башня, а какой-то кулбок змей, я бы сказал, в котором стороннему человеку трудно увидеть концы, кусающие друг друга рты. Вторая твердая вещь, это, видимо, то, что у Сечина был в голове очень ясный сценарий процесса, в котором он карает позволившего себе лишние слова Улюкаева. И видно это из того, что Сечин крайне возмутился, когда процесс оказался открытым. Неожиданно для всех нас, как верно сказал Кирилл Юрьевич, но, как выяснилось, неожиданно и для Игоря Ивановича тоже. Вот. И, видимо, это его так травмировало, что он не посчитал нужным даже и ходить на этот по неправильному сценарию разыгранный процесс. Вот это две какие-то ясные вещи, которые можно выделить. Остальное все действительно очень загадочно. Ну и в, не знаю, в утешении тем, кто за Улюкаева переживает, немного споря с вами, скажу, что, мне кажется, в суде такого уровня между прокуратурой запросила и дали, разница очень большая. И условно вполне может быть. Это надо будет решить, он брал взятку в 2 миллиона долларов или не брал? Здесь как-то трудно, ты понимаешь, когда там какие-то, ну, когда изящные преступления, там, он подписал, но не знал. А здесь либо брал взятку, либо нет. И это дальше, это как раз ломает, видимо, ломает очень сильно ясный сценарий Сечина. Они все себя загнали в очень неприятную ситуацию. Потому что если брал, надо сажать, а, видимо, не хочется сажать, да, видимо, им все-таки чуть-чуть жалко его. Если не брал, тогда появляется то, о чем сегодня говорил Улюкаев там. Провокация взятки, заведомо ложный донос и так далее. То есть повод для уголовного преследования Сечина, чего, кажется, быть не может. Ну, по крайней мере, при этом президенте Российской Федерации. Андрей, красненько. В эту историю еще втягивается еще несколько историй, да, взять того же Никиту Белых, который вроде как тоже разрабатывался тем же Феоктистовым, да, и это какая-то отдельная ветка, есть большой соблазн назвать это борьбой с либералами, но, может быть, слишком поверхностный взгляд, я не знаю. Кроме того, мне кажется, что вот в этой системе есть два человека, у которых есть особое отношение с верховной властью, больше позволено по разным причинам совершенно, чем другим, это Кадыров и Сечин, но в то же самое время они не могут чувствовать себя совсем уж вольготно, и вот публичный характер суда, мне кажется, это признак того, что в этой игре присутствует и верховный главнокомандующий, который вот не дает Сечину совсем уж чувствовать себя хозяином положения, потому что это опасно для верховного главнокомандующего тоже. А то, что вот начинается прокуратура начиная с 10 лет, это своего рода такая политическая торговля, вот мы предлагаем 10, адвокатур говорит, да, освободите. И вот начинается поиск среднего арифметического, попытка нащупать баланс и понять, что же все-таки думает про это самый большой верх, а самый большой верх не очень сигналит, не очень сигналит. он позволил как бы вот состязаться с этим сторонам, да, такой заменитель еще политической борьбы и политических интриг. Пожалуйста, наблюдайте за тем, как борются. Это никакие уже не башни, действительно, это какая-то безбашенная борьба уже, но вообще говоря, в общем, это в фокусе внимания именно как вот политическая такая конкуренция кого-то с кем-то, хотя речь идет о людях, действительно находящихся внутри этой самой системы, и правда в том, что Улюкаев, будучи либералом по взглядам, он все-таки часть этой системы, безусловно. Часть, которая, наверное, и служила этой системе, и существовала по тем правилам, которые в этой системе приняты. Ну, вы считаете, вот кому? Такой большой срок, конечно же, это месседж. Это не только там судьба одного человека, но это месседж. И как бы, так сказать, людям этой когорты или находящихся на этих этажах власти, что это за месседж? О чем? Каждый может пойти по этой дороге, если что-то пойдет не так, если он нарушит или политические правила, или экономические правила, назовем это экономическими, просто внутриэлитные правила поведения. Есть более сильные фигуры, которые могут наказывать более слабые фигуры за нарушение каких-то, так сказать, конвенции внутренних, которые, конечно, не имеют отношения, почти не имеют отношения к политике, может быть, даже имеют исключительно отношения к личной непризни этих двух людей, трех людей. Вы что, серьезно это говорите? Вы хотите сказать, что вся история Улюкаева, это исключительно вопрос того, что Сечин хотел показать, кто в доме хозяин? Я думаю, что это микс разных мотивов, но Сечин, безусловно, главная здесь фигура. Но, повторюсь, мне кажется, действительно нужно смотреть на это широко, иметь в виду, что вот чекисты, люди типа Феоктистова, они не просто так призывались для работы по другим направлениям тоже, по другим фигурам тоже. Извините, мы должны сейчас уйти на новости рекламы, потом вернемся в студиях Москвы. Этот называется Феоктист, а другой будет называться Покачев, Королев. Это как Арис. Ну, мне просто... Как кажется. Фамилия такая. Человека. Саутова. А ты не помнишь, ты же должен еще помнить. Ты помнишь, был Константин Феоктист? Самый умный был космонавт. А, космонавт был такой... Бортинженером был. Что, он... Ой, какая же улица? Ну, что, родственник, что ли? Не знаю. Вряд ли. Я не знаю совершенно про это. Мне не похоже никакого скобства. Вчера был день юриста. Да, да, да. Честь праздничка. Вы думаете, они отметили, что фурорг пришел в себя. Да, да. Субсис. Вы, конечно, правы. Это не то, чтобы месседж кому-то одному. Это действительно такой способ вести разговоры. Они ведут сразу разные вещи. Язык такой, да. Сечин затевал и делал, хотел все равно показать, что ему нельзя перечить. Дымом, когда индейцы разговаривают. Он не захотел прийти. Или это, так сказать, не в уровень прийти. Ну, это западло. Ему, ну, конечно, это уж особенно после того, как суд оказался открытым, и это его расстроило. Ну, совсем. Ну, как Сечин может хоть с кем-то состязаться. Открыл, что это такое. Я начальник страны, меня в суд вызывает. Это что такое? Это как такое может быть? И как раз, если говорить о месседжах, решение суда будет путинским месседжем, которое можно считать. Конечно. Сейчас рано. Ну, то есть, мы не знаем. В российском субпроизводстве ничего невозможного нет. Десять лет условно я легко себе вижу и удивлюсь. Ха-ха-ха. Там еще сложнее, ведь это оказывается в Альпселе левой. Это оказывается в Альпселе левой, что если не осудить Люкаева, это большой удар по имени Духу Путина. Господи объясни, что это руководитель госкомпании подставлял просто чувака, а чувак не брал. Значит, надо сажать. Папа Васильевой был очень сильный. Это очень трудно было отыгрывать. И долго отыгрывали, и все равно. И здесь такая же ситуация. В некрасмысле, мне кажется, у меня про эту ситуацию одинаковое ощущение, что Путин был и про Седокова, и про здесь, что Путин был как бы поставлен перед фактом. Арест. Ну да. То, что я знаю, да. Я сказал, действуйте по закону. Это он сказал, он спросил, сколько человек знает. А там в операции участвовало 20 или 25 человек. Где Папу Юкаеву? Патин, сколько сейчас знают? Ну вот, клевреты говорят, но задолго вопрос. Минуточку, они еще вели Дворковича, помощницу Шувалова и Белорусова, совершенно разных людей, которые были против сделки. Это если считать, что вот эти ранние слухи о прослушках и о том, что разработка велась долгой, они, можно сказать, Кирилл, они правдивы. Они правдивы. Кирилл ставит законный вопрос. Правдивы. Там все же другое было. Где эти сейчас записи? Там был другой. Но было. А я уже на поскольку сейчас знают. Мы сказали, мы видим. Простушку. Простушку. Вот. он сказал, 20-25 человек. А он сказал, ну так дождь. Все не вскрыто. Выставка представляет салонную красоту уникальных фотографий суровых арктики. Антарктики. Бумажки. А что они? У нас идет интернет. Это на бумажке. Это нам кажется, что... На бумажке не пишут. Да нет, ну выйдем. Я бы сожжу. Нам кажется, что... Нужно заболтать. А тут нифига, ничего. Вот от понедельника после 21 часа в программе «Разбор полета» по скайку бизнесмен Евгений Чичваркин. Разбор полета в понедельник после 9 вечера. Футбол. Любимая игра миллионов. Неповторимое зрелище и полное единение болельщиков на трибунах стадионов и у радиоприемников дома или в автомобиле. Каждый понедельник после 23 часов программа «Футбольный клуб». Целый час для фанатов и знатоков игры. Футбольный клуб. По понедельникам после 11 часов вечера. Еще раз добрый вечер. 20 часов 35 минут. Это «Эхо Москвы». Я Евгения Альбац. И здесь в студии мы обсуждаем такие животрепещущие вопросы, которые поставила прошлая нынешняя неделя. Следующий вопрос, который я хотела бы предложить вам к обсуждению, это публикация агентства Reuters, в которой говорится о том, что они опросили примерно 20 богатейших людей России. И они зафиксировали, что в этом круге царит атмосфера страха и беспокойства в связи с тем, что в начале февраля следующего года ожидается, что Соединенные Штаты введут индивидуальные санкции, но под них могут попасть и семьи богатейших людей Отечества. И эта вся история превратила близость к президенту Путину и Кремлю, сделала это таким, как написал Reuters, токсичным активом. И люди как-то стараются особенно не приближаться, потому что боятся, что их запишут в число близких помощников режима, как говорится, в одной из публикаций, касающихся санкций. И у них будут большие проблемы и с личными активами, и с бизнесом, потому что, конечно же, их будут сторониться. Что Вы скажете по этому пункту? По поводу самого посыла публикации Reuters, что богатейшие люди стали потихонечку уходить в сторону? Ну, как бы, как они уходят в сторону, мы пока не видим, каких таких серьезных, мы пока не видим событий на этом фланге, но мы видим, что вообще, что конфликт между Россией и Западом и Соединенными Штатами, Россией с одной стороны и Западом и Соединенными Штатами, с другой стороны перешел в новую стадию. Он перешел в новую стадию, примерно это случилось где-то два месяца назад, когда стала вырисовываться такая новая жесткая очень доктрина Запада в отношении России, в которой как бы Путину, путинскому окружению, путинскому политическому отряду нет места. С ним не хотят разговаривать, здесь нету предмета для переговоров, и Россия вся является вот такой вот, как бы дрейфует в такую нишу некого такого мирового зла. И это системно будет продолжаться. Тут дело даже, мне кажется, не в февральском докладе, тут дело и в механизме вторичных санкций, по которым третьи компании, которые взаимодействовали с теми компаниями, которые находятся под санкциями, могут попасть под ограничения и под наказание. и в том, что вообще непонятно, как этот конфликт и эта изоляция по широкому фронту, когда она может остановиться и сколько она будет продолжаться. Пока это идет таким расширением постоянным. И это достаточно консолидированная позиция виднейших держав западных и их политических сообществ вне зависимости от партийной ориентации, который, мне кажется, Кремль не был готов к такому повороту событий и не готов к бизнесу, который всем казалось, что мало ли мы их троллим, троллим, ну чего так серьезно к этому относиться. Это вот такое чисто доигрались. К разговору с которыми накопилось по поводу Путина и все больше разговора с ним нет. Это стало неожиданностью. Я только замечу, что для части российской элиты это вполне выглядит хорошим развитием событий. Так же, как вот, когда мы говорили про Олимпиаду, безусловно, для части элиты они ждут конфликтного сценария. Для них он будет, он выгоден. Есть часть элита, для которой он не выгоден, есть та, для которой он выгоден конфликтный сценарий. И они находятся в последние месяцы в ситуации довольно жесткого такого перетягивания каната. Да, это новая совершенно ситуация для России. И, конечно, не знаю, может быть, как-то рассосется, но сегодня она выглядит просто удручающе драматической. Я думаю, это годы, годы или десятилетия фактической экономической изоляции России и русского бизнеса. десятилетия? Почему нет? Если у нас мы шесть лет собираемся с Путиным прожить до его следующих выборов, а там у нас еще чем-то такое будет, и что? Никому не интересно. Видите, один из трюков новой американской стратегии заключается в том, что они сокращают те зоны, в которых им, в их внешней политике, в которых им нужна была Россия раньше. Вот все время был целый набор вопросов, по которым им было очень выгодно взаимодействовать. Та же самая Северная Корея, Иран, Афганистан. Им выгодно было по этим вопросам взаимодействовать с Россией, и для России, для Путина это был некоторый такой фронт торга, где можно что-то продвигать, уступки, что-то делать, помогать им, и как-то вот это. А сейчас, как мне представляется, идея в том, что надо все выстраивать так, чтобы от России ни в чем не зависеть, и как можно меньше вообще, и дальше у них нету проблем, у них нету проблемы изменять эту ситуацию, а здесь нету никаких сил внутри страны, чтобы ее изменить, чтобы как-то взглянуть на себя каким-то трезвым умом, отряхнуть от этого морока денежного начала 2010-х годов, тоже нет для этого сил, так что это может быть и десятилетия, и пятнадцать лет, и... Тут ведь еще вне контекста... Я не доживу, Кирилл, не надо на таких прогрессах. Хорошо, сокращаем до четырех. Вне контекста санкций ведь еще собственные бизнесы невозможно вести, даже когда договариваются, как говорят инсайдеры, которые еще не стали аутсайдерами, когда договариваются о том, что вот такому-то человеку отдают на откуп такой-то выгодный бизнес, и это согласовано с вождем, а потом этот бизнес кошмарит проверками и приходит все время ФСБ, и опять договариваются с начальником, начальник говорит, да нет, все нормально, занимайтесь дальше, и опять кошмарит ФСБ и приходят проверки, и невозможно этим заниматься. Не кошмарят, а что ты говоришь, Андрюш? Я употребляю общую... Что значит кошмар? Они не кошмарят, они взяли власть в стране, и хотят, и чувствуют себя в праве отнимать то, что они считают, так сказать, в этом... Я к тому, что даже согласованные властью бизнесмены не могут заниматься тем самым бизнесом. Вот в чем проблема. Значит, у них копится некоторое недовольство руководителям, который вроде бы гарантировал хотя бы им микроклимат инвестиционный. Не во всей стране инвестиционный климат нормальный, а есть микроклимат, особые такие зоны, где ты можешь, в общем, как бы заниматься каким-то бизнесом, имея хорошее отношение с властью. А это не работает. И в связи с этим могут быть очень серьезные претензии. Просто не очень понятно, где, кроме, допустим, Reuters на условиях строжайшей анонимности эти претензии могут появиться. Немного нелепо, конечно, простому человеку жалеть богатейших людей России, но у них действительно ведь довольно сложная ситуация. С одной стороны, они в некотором смысле, если вспомнить романтический порыв России в Европу, с которого начиналось все после краха Советского Союза, вот они и есть те люди, для которых он стал реальностью. Они настоящие люди мира, которые там делают бизнес, живут и так далее, которые получили то, что нам всем обещали. Наверное, им очень неприятно ощущать, что их из этого их приятного мира вытесняют. По крайней мере, там нельзя работать. Да, но можно попытаться убежать и жить на оставшийся кэш, но работать, видимо, скоро будет нельзя. С другой стороны, здесь любая попытка повлиять на ситуацию, будет автоматически означать, что ты довольно быстро перестанешь быть богатейшим человеком России, а может быть, перестанешь быть несудимым человеком, а может быть, перестанешь быть живым. В общем, в любом случае масштаб неприятностей будет очень серьезен. Да, инструменты этого влияния исчезают. Абсолютно нечего. Да, что они могут сделать? Вот они могут пойти в рейтерс, да, и сказать, знаете, Путин становится токсичным активом, только вот... А фотографию с Путиным уже не оберег, так сказать, не защищает. Здесь не оберег, да, там скорее компромат. Я думаю, что вы очень как-то смотрите на это пессимистично. Я вот очень люблю такого автора, О'Доннелла, аргентинца, который очень много написал всяких замечательных книжек и работ на тему, как происходит развал авторитарных режимов. И одна из вещей, которая происходит в авторитарных режимах, это установление коалиции между членами, собственно, правящей верхушки, да, или правящего клана, или правящей корпорации и тем же самым большим бизнесом, да, когда, в общем, всем становится ужасно невыгодно иметь такой режим. и тогда устанавливается альянс, он, конечно, временный, но альянс, который требует, чтобы как-то что-то изменилось, чтобы можно было по-прежнему зарабатывать деньги в России, а жить на Западе. Нет, конечно, я, на самом деле, вот, когда я говорил про 10, там, 15 лет, я даже говорил тут о некоторой такой более глубокой перспективе, это не то, что вот у нас ничего не будет изменяться здесь в политике, в России в 10-15 лет, ну, я так в это не верю. Но представьте себе, даже если там в России что-то изменится, и мы встанем на путь какого-то такого человеческого исправления, там, не будем больше подменивать мочу спортсменам, как, даже не будем делать то, что делали последние 15 лет иногда. Вот, когда у нас коммунизм рухнул, да, то все на Западе страшно за нас обрадовали, за нас, простых русских, у которых вот освободились наконец-то от коммунизма, и такие бедные, несчастные, теперь пошли к свободе. Прошло, значит, 25 лет, опять все то же самое, русские всем грозят, летают самолеты, при этом только за время с 9-го по 17-й год мы получили торговле сырьем 3,7 триллиона долларов. Никто нас не будет жалеть никогда. Вы получили столько всего, и вы устроили такую фигню с этими деньгами, вы все разбазаривали, подменивали мочу, скупали у нас всю дорогую недвижимость на эти деньги, а теперь вы пришли бедные, мы теперь демократии будем, никто нам ничего в этом не поверит. Поэтому тот конфликт, тот конфликт, та изоляция России, то отношение к России, которое сегодня складывается, это очень тяжелое наследие, еще мы даже не говорим про Крым, это очень тяжелое наследие, которое действительно надо будет расхлебывать даже при благоприятных сценариях десятилетия и больше. И это очень печально, потому что сейчас никто так не думает о своей экономике. Ой, нам не нужны эти американцы, нам это Европа, что мы, мы пойдем в Китай, да, только Китай почему-то идет в Европу и к американцам, а не к нам. и это то, в чем мы оказались, это, я не знаю, это какая-то выгребная яма, ей-богу, если посмотреть стратегически на перспективы страны, ну, это просто кошмар. И, да, вот в этом смысле. А с точки зрения внутриполитической динамики, да, я тоже думаю, что она будет, вот всякое там происходит, вот я только что пришел с доклада Даниэла Трейсмана, который называется «Демократия по ошибке», он показывает, что очень часто как бы авторитарные правители совершенно не собираются делиться властью и все у них как бы идет гладко, а потом они начинают какой-то период такой мискалькуляции, они начинают делать ошибки и это приводит к тому, что они теряют власть. Это оптимистично звучит, как бы мы ничего не должны сделать, а они сами все ошибки сделают и все будет хорошо. Более мы столько видимых ошибок, да, они их делают, делают, кажется, уже осталось чуть-чуть подождать, вот уже последние лет пять кажется, что чуть-чуть. Да. Они еще путают иногда понятие, путают реальную заработную плату с реальным располагаемым доходом. И говорят о том, что все расходится. Андрей, вот вы как раз очень удачно вывели нас на мой следующий вопрос, который я не могу не обсудить с вами, а именно пресс, это телевизионное интервью представителя правительства Дмитрия Медведева, в котором были многие любопытные очень экономические какие-то данные, и Навальным, опять же, не был назван, но теперь появилась новая у него кликуха об армот. Об армот и проходимец. Об армот и проходимец. Артега и Гассета об армот. Вот с вашей опять я задам вам тот же самый вопрос. О чем это, что это было? Вот это то, что называлось интервью председателя правительства пяти, по-моему, каналов, да? Пяти, да. Пяти. Иван Давыдов, что скажете, что это было? Ну, я, во-первых, скажу, что я развернуто свою точку зрения излагал на сайте издания New Times, и всех туда отсылаю. Вот, во-вторых, отчасти это было ритуальное действие, но когда-то интервью Медведева каналом сначала трем придумали зачем? Затем, что Путин, став премьером, не захотел прекращать все то, что делал на телевидении Путин президент, давал свои прямые линии, ну, а как-то, врач, неловко так унижать президента. Президент же должен что-то делать в телевизоре. Вот Медведева придумали беседу с видными представителями телеканалов. Я имею в виду, что с чего все началось. Когда Медведев стал президентом, премьер-министр Путин не исчез из телевизора. Премьер-министр Путин стал продолжать делать в телевизоре все те же свои ритуальные вещи, ну, разве что только вот с обращением к народу я ни к новогодним не обращался. Что и делал. Нужно было придумать что-то, ну, все-таки формально Медведев был президентом. Окей. И придумали для него такой преступлений. Да, и потом его сохранили, хотя в этом, ну, видимо, я не знаю за что, как мне кажется, за верную службу, за то, что в бытность своего президента он ни разу не попытался покуситься на реальную власть. Нет, было, почему же. Ну, что вы сейчас, он длился часа два. Это примерно как бы Медведев умеет делать такие вещи. Вот легко вспомнить, например, историю недавнюю с назначением Турчака председателем Генсовета Единой России, который формально руководит Медведев. Там полтора часа прошло между утечкой о том, что Медведев крайне недоволен ситуацией и назначением и поздравлениями от Медведева. Давайте мы напомним нашим Смитрием. Да, понятно, в чем дело. Турчак, возможно, Чак, когда аккуратно сказать, часто утверждается, что Турчак якобы является заказчиком избиения журналиста Олега Кашина в 10-м году. А Медведев в свое время как раз он был президентом, он брал дело под личный контроль и он встречался якобы случайно опять же с Кашиным, когда Кашин был на лечении в Израиле и так далее. Ну и после этого как-то это все выглядело некрасиво и может быть можно даже сказать унизительно. И вот он полтора часа боролся. Также примерно насколько я помню конфликт в Ливии тоже он длился полтора часа и в основном в умах блогеров, которые его описывали. Потом все нормально. Все вспомнили, кто в доме хозяин. И, ну собственно, ну вот, есть такое протокольное мероприятие. Кстати, меня глубоко потряс тот факт, что в отличие от всех прошлых лет его в сетку свою прервать вещание и в прямом эфире его показывать не стали ни НТВ, ни Первый канал. Его показывали только Россия-1 и Россия-24. Еще дождь. Ну, дождь. Ну, дождь, канал для избранных. Не у всех есть на него подписки. А вот из метровых никто РБК тоже не стал, кстати, хотя раньше показывали все. И хотя главный редактор присутствовал. Так и с ВГТРК и Первого тоже и с НТВ не последние вроде люди присутствовали. Ну, неважно. Важно, что это какое-то такое ритуальное мероприятие. Ну, вот когда-то подарили премьеру эти полтора часа на телевидении. Он, мне кажется, кстати, искренне волновался, отвечая на некоторые вопросы. И для него-то как раз это было очень важным событием. Заранее ему не были посланы? Ну, неважно. Мне кажется, он волновался не по поводу того, ну, как он выглядит, достаточно ли он хорош, все ли понимают, какой он прекрасный, какой он влиятельный, какой он яркий. Все страна смотрит. Мне кажется, у него вот это желание нравиться у него велико. И желание показать собственную значимость. Ну, есть у него такое мероприятие. Ну, много странных передач показывают, низкорейтинговых, на центральных каналах. Вот есть еще такая. Многие отметили, что Медведев заявил о том, что нет-нет, он не собирается становиться сейчас преемником, поскольку пошли такие разговоры по махискве, что, может быть, Путин вновь назовет Дмитрия Анатольевича Медведева своим преемником. и что, ну, он, ему нравится вполне его нынешняя работа, и тем самым закончились разговоры, не сменит ли его в Белом доме Кудрин или Собянин или еще кто-то. И одновременно он дал понять, что после 24-го года, когда истечет конституционный срок Путина, что он тоже не собирается никуда уходить, что он здесь будет работать, в России. И все заговорили, что вот тогда, вот, значит, Медведев дает понять, что вот тогда-то он вернется в Кремль. Что вы скажете по этому поводу? Зачем ему уходить, если его оставят? Не от него, правда, это зависит, так сказать, но это же конструкции, вообще говоря... Секундочку, Андрей, поскольку мы говорим дослуг, люди воспринимают, если можно, все-таки, значит, Медведев, вы считаете, что Медведев останется после этого правительства? Я бы так сказал, а не я так считаю, так считает... Но это вопрос решения? Какие-то там инсайдеры говорят, что вопрос решенный, но до момента назначения нового премьера может случиться много событий, которые могут поменять мнение верховного главнокомандующего. Он решит, что нет, все-таки, наверное, эта модель не годится, но сейчас существует некоторый такой консенсус, что Медведев будет премьером, и уже там пилятся всякие места, и ставятся премьеров, и главная интрига там будет кудрена в этом правительстве или не будет, или он будет в администрации работать, но точно так же... Специально под него создали... с премьер по реформам, там, модернизации... Первого заместителя руководителя администрации президента по реформам. А также дигитализация всего, что существует на свете. Но весной же все думали наоборот, что теперь-то уже все, вот Медведева точно не возьмут на корабль современности. Прошло несколько месяцев, теперь уже все уверены в том, что уберут. А сейчас пройдет еще несколько месяцев и будет назначен кто-нибудь типа Фродкова, как это было в 2004 году, и все утерлись. Кирилл Рогов. Ну, мне кажется тоже, что здесь я совершенно согласен с предыдущим. Говоришь, что здесь нет никакого вопроса. Назначат, не назначат. Я не понимаю, в чем... То есть вы считаете, что вопрос, кто будет председателем правительства Российской Федерации, не имеет никакого значения? Ну, он имеет небольшое значение. Честно скажем, он имеет небольшое значение. А вы помните, Зубкова такого был у нас премьер? И Нородков? Ну и что? И что? Какое это имело значение? Никакого не имело значения. У Путина вообще премьеры слабые. Они как бы... Там не бывают сильные фигуры. Но дело даже не в этом. Дело в том, что если у нас есть более важные вопросы, что вообще будет, какой будет курс, и что мы будем, какая... У нас есть два варианта. То ли победит вот такая агрессивная часть элиты, вот такой поддерживающий режим элиты, то ли более мягкая часть поддерживающий режим элиты победит. И они будут, значит, выстраивать эту конфигурацию. У нас вообще гораздо больше, более такие масштабные перед нами вопросы стоят. У нас нет экономического роста. Мы уже обсудили, у нас очень плохо с Западом. И это стратегическая проблема. Совершенно стратегическая. И у нас непонятно, что вот дальше, как конфигурировать политическую систему, потому что вроде Путина больше уже, ну, шестой там раз нельзя избираться. Это все сущностные вопросы, как они будут решаться. А кто будет премьером, это будет подстраиваться под решение этих сущностных вопросов. Мне кажется, как раз, что вот мы увидим на следующей неделе, то, с чего мы начали, будет важное событие, станет понятно, что нас ждет с Олимпиадой, и мы увидим, какая глубина реакции на это, будет личной реакцией Путина. Здесь важна личная реакция Путина, потому что, ну, как бы вот, насколько, насколько это слетит с катушек все, насколько начнется неуправляемая какая-то истерика, что не исключено. И это вот очень серьезно. А действительно, я согласен, что по поводу примера о крах можно 15 раз порешить. Да и вообще, зачем нам это гадать? Мы все равно не обладаем инструментами, чтобы с этим как-то разбираться. А так, мне кажется, нас ждет депрессия медленная, я бы назвал это франкоизация. У нас подходит к концу передачи, вы не могли сказать хоть одну фразу, чтобы не заканчивать на слове депрессия, кастер-сегический проигрыш, там, и кошмар, кошмар, кошмар. У нас депрессия все время, поэтому это не страшно. Мы экстраполируем, да. Ну, хорошо. Слушайте, я могу сказать, обратить ваше внимание на хорошую новость. Вы заметили, в какую невероятную группу попала наша сборная на домашнем чемпионате мира по футболу, мы даже возможно... Если она в нем будет участвовать. Если он вообще будет, начинается, да, конечно. Египет, Саудовская Аравия и Уругвай. И Уругвай. Уругвай сильная сборная. Что мы возьмем после чемпионата мира по футболу, если мы после Олимпиады взяли Крым? Ой. Давайте я завершу эту передачу. Мы с вами услышимся через неделю, а я благодарю всех участников за очень интересную дискуссию. Спасибо. До свидания. Пока.